Все меня недолюбливают. Фу с ними, я ненавижу всех. Никакой тусовки я не отношусь. Я делаю свое дело. Мой разум пулемет, но и тело это пули, мишень, зрители. Валер, а ты слышал, что слова говорят какие? Короче, ребята, всем здорова. А, тебе тоже показать? Я бы тоже посмотрел. На тебя? Ну, сам бы на себя посмотрел? Нет, я поставил бы на стрим. С тебя просто по стриме поставь. А, нельзя выводить, показывать? А зачем? Ну, ты мой друг. А если друг, то давай. Давай. Срочная новость. Кс Гоу Ран сошел с умы, раздают бесплатные скины всем новым пользователям. Бегом. Переходи в Телеграм-бот по ссылке в закрепленном комментарии и хватай секретный промокод. Поднимай топовые скины и не выходя из Телеграм. Играй в свои любимые режимы и прокачивай свой инвентарь на Кс Гоу Ран. Так, короче, это мой друг Валера. Вот. Его разбанили, наконец-то, вы можете его поздравить, похлопать. Спасибо большое, спасибо большое. Я очень рад, хотя я и не заметил этого бана, я и так редко стрим. Реально? Ну да, да. Валер, ты вообще не стримишь. Давай будем честны. У меня, понимаешь, я немножко, это, исключительное лицо в режиме стриминга. Я на пох***е здесь. Согласен. Ты любишь и п***лок, и любишь... Не только, люблю... И мальчиков тоже. И меня. Ну, подружески, подружески. Не в том плане, какой-то там аморальные темы и так далее. У Валеры Эхо, да, я понимаю. Ребята, у меня, если что, нет наушников. Мои наушники приехат только, приедут только завтра. И проблема в том, что у меня сейчас идет звук с колонок. То есть я никак не могу его подключить, чтобы с вами как-то пообщаться и тому подобное. Вот. Короче, тема такая. Вы наверняка видели пост в шпане по поводу того, что сказал Вова, высказал свое мнение на стриме касательно нас. Меня, Бугра и Мамуры, Валеры. Вот. Было такое, Валер? Я знаю, как тебе так было такое. Что за допрос? Что за допрос? Было такое, Валер? Было. Так вот. Я бы хотел дать официальный комментарий именно тут, на канале. Потому что я его уже давал на Нуме. И хочу, чтобы это больше людей увидело. Что я думаю по этому поводу. И что бы я хотел бы сказать. Давайте я сейчас для этого открою сейчас Телеграм. И прочту, прочту. Ну, точнее, не прочту, а достану вот эти вот улики, которые мне помогут для того, чтобы... Лики? Что за разоблачение сделали? Не, не улики, а, блядь, как он называется. Для того, чтобы я на фоне этого поста уже мог определяться, на какие темы я буду говорить. Мох? Мох. Все, я понял. Понятно, давай. Короче, так. Давайте начнем с того, что... По поводу... Список... Короче, по поводу поста. Блядь, я не подготовлю, Валера. Просто, просто, как у тебя на душе есть таки хуяч. Валера, я волнуюсь. Не волнуюсь. Короче, я на... Расскажи, как все это... Ну ты вот, какое вот твое решение? Все. По факту иди. Мое решение, я полностью не согласен с теми словами, которые высказал Володя на своем стриме. Предоставили очевидную статистику, где было показано... А я сейчас не знаю, смогу продублировать или нет. Давайте вот так вот. Была показана следующая статистика, где, очевидно, показывали хайп у меня до каши, после каши. И показана статистика, как это вообще все выходило. То есть, вы видите, да, то, что после хайпа каши у меня зрители, в принципе, устаканились и стали именно свои очки смотреть. У Лизы же хайп, когда Вова начал рейдить, он поднялся и пошел дальше вверх. По поводу этого аргумента, по поводу этого тейка, я могу сказать просто очевидную вещь, которую, наверное, все это понимают. Что девушке в сфере Твича очень легко удержать свою аудиторию, независимо от того, что она будет делать. Хоть Лиза будет просто стоять и в жопе ковыряться там пальцами. Ну, извиняюсь, конечно, нет. Ну, в углу там будет сидеть. Очень много. Все будут, да, все будут на это смотреть. И вы посмотрите на очевидных девчонок, которые просто сидят, блядь, на протяжении всего времени, мол, просто сидеть. Нихуя не говорите, за ним будут смотреть полторы тысячи человек, пятьсот человек и так далее. Это для меня нихуя не показатель. Мужчине, в принципе, тяжеловато, особенно со своим контентом. Ну, блин, 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 ты охуел, блядь. Че? Да нет, Лизочка, правильно, ты просто очень красивая, тебя и смотрят. Нет, да, спору нет, спору нет. Я абсолютно согласен, что Лиза красивая девчонка симпатичная, за которой интересно наблюдать. Не из-за того, что она там что-то делает, а из-за того, что, ну, блядь, есть люди такие, о, Лиза красивая девчонка, буду за девчонку смотреть. Я и сам девчонка типа... А ты к очереднярам приписал, реально? В смысле? Не-не-не-не-не-не-не-не. Лиза же не только эти выделяется. Не, я не видел, чтобы у Лизы там было бы где-нибудь там в левом или в правом верхнем углу ценник, блядь, пою песни, фотографируюсь, разговариваю и так далее. Не, в этом плане не смешивайте. Вы, наверное, неправильно поняли, но, может быть, и я неправильно высказался. Но Лиза не ходит в эту часть людей, но я просто говорю касательно того, что именно онлайн-хайп от Вовы, людей, которые там в большинстве пришли к нему из ТикТока, аудитория, им интересно смотреть на девочку, и поэтому девочке сложно, ой, точнее, не сложно удержать онлайн по сравнению с мальчиком. Потом, касательно второго поста, где написано график стримов за три месяца, где показаны наши показатели трех людей, которых собирались кикать, и можем смотреть на следующее. Я не буду говорить за ребят, я буду говорить касательно себя и касательно Валера, потому что могу сказать из-за того, что мы с ним стримы делаем постоянно, и у меня есть что сказать. По поводу своих оправданий, то, что график стримов за три месяца, я не спорю того, что у меня не уходят каждыми пятницами свиданки и так далее. Условно, если берем скриншот, где график за три месяца показан, я могу так сказать, да, абсолютно точно, я согласен, что у меня 57% рекламы, намного больше, чем у основного контента и вообще обычного. Объясняю, почему. Смотрите, рекламу у нашего сквада берут, сейчас я еще вот так поставлю, рекламу у нашего сквада берут у мастодонтов, у Влада Мафани и у Вовы Каши. Мы маленькие ребята, то есть Лиза Бебрина, Артем Бугур, Валера, я, Саша секс-бомба. А? Мы самые маленькие. Лиза Бебрина жесткая. Ну, Лиза, да. Ну, ладно, Лизу не включаю. Ну, Сашу секс-бомбу, да, условно, тех людей, которые там онлайн до тысячи. Я просто могу сказать то, что нам никакие рекламодатели не приходят. Не знаю, все вертятся, как-то сами пытаются что-то настроить. Единственное, что, вот как было написано в посте, то, что там я приклеен к кормушке, да, то, что или, я не знаю, там написано или не написано. Ну, условно, то, что я состою в скваде только для того, чтобы получить какую-то выгоду для себя. Это абсолютно не так, потому что я рассказываю, что все рекламные интеграции найдены только мной. И единственное, какие рекламные интеграции мы можем брать, это GTA. GTA и все. Ну, и Telegram в паблике там тоже реклама. Но там вообще сущие копейки, поэтому я их не беру. И понятное дело с тем фактом, то, что у нас в скваде запрещено рекламировать даже бетки, из-за того, что у нас есть такое правило, нам ничего больше не предлагают, кроме как рекламировать GTA. И это факт. И у меня, исходя из того, что я больше ни на чем не зарабатываю, я и делал эти стримы, потому что мне надо было хоть как-то заработать деньги. Тем более, вы знаете мою ситуацию, которая была полтора месяца назад, да, и так далее, какая у меня жопная ситуация была с деньгами. Я ей, это еще и 3 или 4 месяца назад обговаривалось по поводу того, что я собирался сам лично уходить из-за того, что мне не хватает денег. Я не могу взять ту же самую бетку. Поэтому у меня и выходит из графика то, что у меня 57% рекламы. И это нормально. По поводу контента АФК, ну, тут абсолютно окей, я не буду брать счет, но если вы заметили, то мы в последние дни, не в последние дни, а, наверное, последние 2 или 3 недели с Валерой активизировались. То есть, вы могли видеть и АФК-стримы совместные вместе наши, где мы коллаборируем, что-то делаем, и свиданки придумываю. У нас за неделю было 2 свиданки. И они могли бы продолжиться и на этой неделе, но из-за того, что у меня подвел мой компьютер, я не смог просто физически как-то настроиться на то, чтобы провести вам какую-то приколюху. Ну, все, все, все. Мы поняли, брат. Просто я хочу это, чтобы ты не размусоривал это и опять-то не разгонял. Нет, я просто... Мы же за другим собрались. Нет, мы поняли все эти позиции. Нет, я просто вот говорю то, что вот касательно вот этих данных, которые были приведены в паблике, то что я оправдался за счет тех тейков, которые мне говорили. По поводу того, что, может быть, я имею какой-то там... Как он называется? Выгоду, состоя в складе шпана, абсолютно не так. Опять же скажу, потому что, типа, я тут сижу из-за того, что тут ребята мои и так далее, мне так комфортно находиться. И касательно онлайнов, я ни от кого рейды не получаю, кроме как от Влада, вот, на свои свиданки. Но я заметил, что в последние дни как бы мы с Валерой можем достичь того количества аудитории комфортной, которой нам удобно работать, и нам не нужны никакие рейды, и нам ничего этого не надо. Вот. По этому всему поводу сказал. И что, в принципе, я предпринял сегодня, это то, что я с вероятностью 99,9% буду ливать со шпаны. Ты, блядь, вот зачем ты сказал вот эти вот один мини-процент, куда ты делал? На заднюю? Нет, один миллипроцент это ты. Но ты уже вышел. Да, я уже вышел. Меня разбанили, я еще не вступил. Но я не хочу. Ну, вот так вот, вот так вот, короче. Зелечка уходит из шпаны. Да. Но при этом, при этом, вот почему я здесь тоже собрался, потому что меня тоже там нету, но при этом, для меня это вообще, ну, как бы, ничего сильно не значит. У меня такого отношения к вот этой плашке, блядь, на Твиче нету. Такая же тема. Мне нужно, чтобы, блядь, Влад Мафаня, Брамо, блядь, и все остальные были здоровы и счастливы. И все. А вот это вот вышел из квада, вышел не из квада, поэтому я и ливнул. У Зелечки немножко другая ситуация. Он на стриме, ну, у него жизнь на Твиче зациклена. Ну, да, да. Вокруг нее крутится. Он, это способ его заработка основной. Вот. И единственный причем. Поэтому он так и драматургично вливает. Бро, а про детство что скажешь? У него до шпаны было 600 онлайн, и сейчас по 5К этому поводу одной картинки, по поводу второй, да, у нас такая политика, ты как доступал шпану, ознакомился с правилами, почему сексбомба не стримит, столько рекламы Брамы, Бебра, Бромы с Мафой изначально, когда начали на Твиче двигаться, то даже не было заработок. Статистики фактически, ничего обидного не хотел сказать. Стримьте АФК, но чтобы были интересны люди, мы вас смотрели, вот так же Бебра, ее сейчас смотрят почти 2К. Нет, я абсолютно не согласен. Если что, Дерзко держится на плаву, только исходя из того, что у него есть какая-то своя приколюха, и помимо этого, он все свои заработанные деньги вкладывает в ТикТок, что его движет. Вот. Касательно нас, я такого не могу сказать, потому что мы деньги не вкладываем в ТикТоке и в наше развитие и так далее. Вот. Ну, это очевидные факты, это очевидные факты. И когда выступали в шпану, мы соглашались с какими-то правилами. Никаких у нас правилов не было, кроме как стримить казино. Касательно этого, у нас изначально была тусовка, с которой мы собирались, с которой мы что-то делали, и туда очень много людей входило. Сейчас это по-другому. Тем не менее, это ничего не меняет. Ну, с зелья я не могу согласиться, потому что там он не может появляться там на совместных трансляциях. Вот. И как бы не хотел бы зелья этого делать. У меня все остается как прежде. То есть я, блядь, завтра мы стримим с Брамчиком. Да, КМБ, КМБ университетра будет. Да, КМБ будет, поэтому приходите. Где будет, кстати, еще и Тоня. И Тоня будет, все будут. И контент, он со временем, ну, в ту же степь встанет, как и до этого, как мы на Новый год хуячили. Вы подождите немножко. Сейчас возрождение будет. Мы как птица-феник. Согласен, согласен. После каких-то определенных междоусобийств бывают большие взлеты, а бывают большие падения. Раздробленность на Руси была? Вот скажи мне, зелечка. Была. А потом воссоединение вокруг московского ханства. О, вот это ты заговорил, конечно, о великому. Вокруг Москвы. Было, было. Вот. Вот. Так что это. Короче, я в любом случае хочу сказать одно то, что у нас с ребятами никаких конфликтов нет. Мы очень отлично, хорошо между собой общаемся. Кроме меня, с одним человеком. Вот и все. Типа, у меня не изменится отношение с Владом, с Брамчиком и так далее. Может, наоборот, это мне пойдет на пользу. Посмотрю, поживем, увидим. В любом случае. Я просто так скажу, то, что... Будь здоров. Спасибо. Я вот лично от себя скажу, не буду это развивать, тему и так далее, не буду говорить, что тот хуесос или тот хуесос. Я просто скажу то, что у меня произошла ситуация, где после суда, на который я лично не хотел идти, на который я лично не хотел идти. Потому что мне сказали, то, что... Спасибо большое. Мне сказали, то, что... Вот, короче, тут суд, я изначально не хотел на него идти. Но мне сказали, что это будет в шуточной форме. И в итоге это все из шуточной формы. Ну, из-за того, что в шуточной форме я согласился. Из-за того, что это из шуточной формы перешло во что-то другое. И это как раз-таки стало катализатором, косяком того, почему у нас там есть какие-то недоразумения с человеком. Вот. Хотя я пытался идти изглазить конфликт, изглазить углы и так далее. Но если не получится, я просто сразу говорю, то, что... Мы с ребятами со всеми пришли ко мнению, то, что, типа, никто никого кикать не будет, просто надо дать пинка под зад и самим начать что-то делать. И я полностью с этим согласен. Я полностью поддерживаю их слова. И даже Вова, типа, сказал то, что он не собирается никого кикать, просто дать пинка под зад. Но просто, исходя из того, какая у нас ситуация взаимоотношений плохая с одним человеком, ну, блин, вы знаете с кем. Вот. Просто понимаете, это будет напряженка именно в шпанете. Если будут какие-то всеобщие собрания, всеобщие какие-то компании, если стримы будут, то вы же понимаете, что это будет напряжение. И в любом случае, рано или поздно, это случится. Потому что человек, ну, со мной на контакт не собирается идти. И тем более, после нашего диалога, я думаю, что это уже точно не вернется на круги своя и не будет так, как раньше. Поэтому я вам скажу то, что я, наверное, с этого момента соло-игрок, где я буду звать также Брамчика, Владосов буду звать и так далее. и в любом случае, ну, если это так лучше для сквада, то пускай так оно и будет. Хорошие слова. Теперь мне... Хорошие слова. Я надеюсь то, что реально у каждого улучшится ситуация, ребята дойдут до каких-то своих определенных целей, которые они собираются достичь, поднимут себе медийность и будут комфортно себя чувствовать. А там в любом случае дальше поживем, увидим, что будет, то и будет. Вот. А теперь мне подскажите, как сделать так, чтобы со сквада ливнуть? Братан, с честью, с достоинством встать, включить гимн. Абсолютно точно. А это получается все и флаг не теперь снимать, да? Да, да. Ну, что делать? Блядь, ну, братан, только не грустную песню, не грустную песню, а какую-нибудь воинственную, понял? Бодрую. Давай. Хотя, хотя, на минуточку, на минуточку. Я хочу, чтобы это ушли все во внимание. Правда, ну, то есть, послушали. Я один-единственный из шпаны, который, как только получил флаг, повесил его и никогда не срывал. И не снимал. И не снимал, да, независимости, будет бан или не будет бана. Он у меня всегда висел. Респект, респект, Бу, респект. Вот поэтому вот так. А теперь с музыкой. А какая музыка? Я ее не ебу. О, я знаю, я знаю. Бам-паран, бам-паран. Нет. Прошла мать. Слышь, дискредитация, нахуй. Не смей. Это святая песня. А что? Не смей. Не надо, не надо. Но это в шуточной форме мы же сейчас делаем. Не надо. А то я тебя, нахуй, отправлю, блядь. К местам не столь отдаленным. Ну тогда я включу песню, под которую будет... Финал Modern Warfare. Финал Modern Warfare. Напиши. Не, 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 не. Я сейчас включу то, что он действительно подходит под ситуацию. я любил этот склад и до сих пор его люблю независимостью что происходит какие изменения в любом случае я желаю ребятам всем каждому шпаны действительно добиться своих успех успехов и жить гармонии и не ругаться никогда хуёво когда твою тёлку забирает с клуба мажек и это блять не тот рассказ которым меня мажет походу просто в моде сейчас блядская натура ну девочка остановись куда ты лезешь дура пока петляешь где-то ты с подругами по клубам тебя мажорики используют как суку и приходя домой под утро скажешь снова маме что в парке ты была гуляла блять с друзьями тебе самой то не противно от таких раскладов ответь мне на вопрос зачем все это надо но чё молчишь только не плачь опять малыш ты же не виновата что ты с ёбарями спишь алё привет я знаю хуёво а это не нужно тебя ебать вообще я всё знаю мне всё рассказали ты как с твоим мажором хуёво сука ты своё кино в открытую малая и не таким мажором таким будешь наряжена ты в гуче слёд стоишь там сочи а я короче как то вот так жёстко жёстко ну всё девочка давай я поехал на тусе давай валер спасибо что побыл а ты поедешь ну ты мне в лесу чё мы к ней если можно я поеду если нельзя то не поеду сука блять у меня энергия прям а я хочу тоже мне надо расслабиться мне после такого эмоционального успада давай валерка если чё на связи ты мне напиши только я тебе напишу обязательно что ты не поедешь всё давай целую давай давай обнял обнял ребят давай давай короче такая тема не знаю нахуй шпану да нет нет ребят наоборот вы должны в этом случае наоборот ребят поддержать потому что сейчас время нестабильное сейчас ну скажем не так все хорошо и причем реально это чувствуется это видно и так далее но я еще хотел уйти линуть полтора месяца назад просто понимаете я вам так скажу что практически все ребята не хотели того что сейчас произошло поэтому вот так вот скажите как мне блять а как мне выйти со склада я просто не знаю мне тогда этот мне тогда бромчик помогал вступать я просто не знаю куда заходить все ребята отключите чат для смотри куда смысл никак как вы чё ёбнулись блять я в любом случае это рано или поздно сделаю потому что я подумал я для себя решил просто как мне кажется лучше было бы ливну час тем более под таким натиском да ну не то что натиском но вот прям под такими сообщениями комментариями конечно неприятно ну валерка как вы поняли тоже не собирается возвращаться нахера ты вы ежишься пускай сами тебя кикнут проблема в том то что меня кикнуть не могут из-за того что типа из-за того что влад забанен а влад как мне сказал у нее никогда рука не поднимет ну точнее он никогда не будет самого сам кто-то кикать точнее короче влад никогда не будет своих кикать сам своим собственноручно своими руками поэтому я выйду сам чтобы ребят не напрягать ну точнее не создавать так тебе не собирались кикать братанчик да 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 я ребятам об этом сказал меня и не собирались кикать и я изначально говорю то что собрание мы пришли к тому что не собирается кикать просто я говорю то что у меня напряжные напряжное отношение с одним человеком которое в дальнейшем будет пиздец как пересекаться и просто это со временем будет как он раскачиваться 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 и пускай это случится лучше пока влада нету чтобы потом когда он подключил стрим не было этого во время того когда он разбанен настройки рекомендации да кстати заметьте заметьте что у меня тут показано прошу обратить внимание меня не интересует это катера и посмотреть посмотреть на секундочку бугорщик брамчик сашка корявых а пальчик бэбрина малышка такая синеволосая такая альтушка да не кашин коллида у которой я был на и как он называется на концерте ну и ну и все в принципе спасибо ребята огромное всем тем кто был складе в смысле был складе кто меня окружал вот вы реально все хорошие ребята не только кайф было с вами встречаться угарать смеяться с кем-то курить с кем-то и не только курить поддержите владоса самое главное потому что для него сейчас очень непростое время и вместо того чтобы задавать ему какие-то вопросы так далее мы просто уже все поговорили и так далее вот вы наоборот просто поддержите его потому что у меня с ребятами отношения охуенные и меня никто не хотел кикать и пасею скажем с кем я пообщался мне говорили наоборот типа блять красавчик и так далее все нормально поэтому не буду голову ебать все я теперь вольная птица спасибо большое складу за проведенную с вами время было круто валерка тоже не пропадет мы с валеркой дальше будем делать контент будем делать и rel приколы всякие разные и так далее поэтому если чё уберите уберите ну хватит чат для смайликов зачем вот это вот приколюху делать чё бетки но смотрите руки развязаны да получается это это бетки это козе кида это ебаню я просто глаза разбегать хочу о чем мы блять это чаще могу делать всем братва ну что всем привет меня зовут йокер сегодня мы находимся на замечательном сайте где мы будем крутить замечательный слотик под названием the dog house mega waste обожаю данных собачек они приносят только удачу только веселье и понятное дело только прибыль вы только посмотрите на это оформление как аааа плаки плаки или нормально day давайте доната прочитать точно Зель, я в тебя верю Надеюсь на то, что у тебя получается Стать просто хуйным соло игроком У тебя есть харизма и комфорт? Спасибо Если тебе флаг шпаны не нужен больше Я могу его выкупить 3GZ, ха-ха, 322 Я напомню, я напомню, я напомню Подождите, я еще напомню У меня еще две пиздатые футболки есть Со спада шпаны Сейчас Где-то они у меня были А, вот Чего, продаю атрибутику шпаны? Вот Но это, понятное дело, я не отдам Это подарок Брамчика на Новый год Вот Только зачеркнуть кое-кого и нормально будет А так хорошо Вот, а вот эту могу отдать Но это старая версия Кстати, нет, старая версия намного пизже Старая версия намного пизже Вот старая версия охуенная прям Новенькая Ну, тоже пиздатое, тоже пиздатое Но тут уже половины людей нет, поэтому Кстати, вы даже можете заметить то, что Вот тут картинка уже растрепалась Из-за того, что я ее постоянно носил Тут еще не совсем Правильно, братан Каша за час вышелся совсем А без Влада шпана выглядит, как позор Даже стрим с зала не потянули Ну, и бабок вытонишь Только не бросай контент С девочками Нет Нет, сто процентов не брошу Это я оставлю И тем более, наоборот, у меня сейчас мотивация Я ей Валерке сказал То, что Так как я Ну, почему я так долго ушел к этому? Почему я долго оттягивал стрим? Потому что, ну, у меня были сомнения Мне еще и Брамчик написал Мне и ребята написали, поддерживали Типа Тут опять же Я прямо очень Ну, не то, что отчаянно Более так Продумал все полностью Сделал для себя Какие выводы Просто я точно сейчас Не буду уходить в себя Там, либо У меня сейчас все положение пиздатое У меня с бабками нет проблем Типа Я никому не должен Поэтому нормально Наоборот Сейчас контент будет ебашить Дай бог просто Побольше выходных Мамурчику Здарова еще раз Здарова Я куплю футболку Да я пошутил Нет, футболки не продам Это подарок Брамочка Я пошутил Лучше не лучше Но шпана это как бренд А ты как амбассадор Если услышать шпана Сразу на ум Ты приходишь Для старичков Для старичков Но надеюсь Ты правильный выбор Для старичков Для старичков Это так Спасибо Фиг с этим сквадом Главное Что вы ровные ребята И будете завозить контент Разве что В оба репутация Немного упадет По моему мнению Коплю Флаг Кстати флаг бы я реально Мог бы продать Он мне точно Больше не нужен Может даже аукцион сделаем Я может быть сделаю аукцион на флаг Потому что это рарная шмотка Таких больше не выпускает Таких больше никогда не будет Вот С флагом посмотрим С флагом может быть аукцион Реально проведем Позову Барамчиком Амурчика Владом Афаньку Может еще и Заработаем на этом Ну ладно На самом деле Я не преследую Этой цели Может быть и себе Оставлю Просто как память Потому что все-таки У меня хорошее отношение Со всеми ребятами Ну С многими ребятами И просто Опять же Продать флаг Это то же самое Что наплевать на то Что было у нас Поэтому такая тема Сейчас я еще тут Донаты пропустил Мы тебя и будем Продолжать окружать Зель Выход из ашпаны Не повлияет На наши отношения Мы тебя поддерживаем В любом случае Любим тебя Очень сильно Мне Мне очень приятно То что Старая гвардия Это наверное Можно Отнести К легиону Вот именно Старички Те которые еще С ютуба Которые Меня с мафанькой Помнят С 2019 года Наша первая Бладхату Наша первая Коммуникация Где он ко мне Приезжал Краснодар В чат-рулетке Я думаю То что Бля проебался Чему я это Вообще говорил Я просто Думаю То что А вот То что Те ребята Которые Нас тогда Смотрели И нас В частности Дэфили И огромное Вам спасибо Реально Даже Вот легиону Огромное спасибо Легиону спасибо Главные герои Шпаны Это Бугор Мафа Кнакс Зелька Браба И Тони Покс С маранкой В тростепенные Персонажи Спасибо большое Спасибо большое Но реально Для меня Было пиздец Ебанутым фактом Когда я увидел То что Вы меня все Дэфаете Именно с легиона Люди С легиона Не понятно Что этих Ток аудитория Которая недавно Пришла Тоже Дэфала Тоже спасибо Кстати Если Аукцион На флаг Цена До 20 И более Дойдет 100 проц Да нет Да Скорее всего Я сейчас Вот только что Подумал Это Просто Я реально Наплюю На все Детище Влада Которого Он создал Да То есть Это Скват И так далее Все Прожитое Время С нами Это Просто Было Как Плювок Лицо Потому Что В любом Случа У меня Скват Ассоциируется Самое Главное Это С моими Ребятами С которыми Я поддерживаю Общение До сих пор Вот Поэтому Так Спасибо Большое О Это Донат Удаляем Привет Здарова Этот Донат К сожалению Удаляем Вычуркиваем Газелька Жаль Что каша Из интересного Стримера С крутыми Шоу Который В основном Завозила Превратился В обычного АФК Стримера Который Кривляется На аудиторию Девочек Эстет Эта Легенда Моя Шпаны Спасибо Большое Спасибо Ну Тут у каждого Свой образ Кто Как Двигается Кто Как Умеет Так И Пляшет В принципе Тут Что Осуждать Кого-то Из-за Этого Но Я Все Равно Не понимаю Чем Это Будет Лучше Для Склада Ибо Есть Ребята По Моему Мнению Которые Завозят Гораздо Меньше Я Объясню Я Но Я Просто Так Скажу Что Из Главных Фигурантов Кто У нас В контенте Что-то Что-то Как-то Мутил Это Вова Это Мафаня В любом Случа Понятное Дело То Что Там Мы Опять же Короче Идеи Думались Безназнач Ладно Я не хочу Не наговорить Другую хуйню И так далее Говорю за себя Касательно Я Практически Во многом Не участвовал Из-за Того Что У нас Напряженное Он меня не приглашал На какие-то Свои Стримы И тому Подобное Что Это Перешло В то Что Я не Участвую В жизни Склада Хотя Меня По факту Не Приглашали Из-за Того Что Я был Вычеркнут У человека Из жизни И Просто Понимаете Опять же Говорю То Что Наш Склад Ребята Все Проголосовали Против Моего Кика И так Далее И Начали Решать Пути Выхода Из этой Из-за того Что у нас С человеком Междуусобица Если мы Не можем Устаканиться Друг с другом То Это просто Будет Как снежный ком Наворачиваться Наворачиваться И в любом случае Рано или поздно Такая хуйня придет Я приглашал На ДР И на Новый год Но Нет Понимаешь На Новый год Это не учитывается Потому что Я говорю Касательно За те моменты Которые Произошли После Суда На которые Кстати бы Я реально Не пришел бы Если просто Ты бы мне Вот как ты мне сказал Да чувак Это будет шуточной форме Никто тебя выгонять не будет Все нормально А потом это переросло Из Рофла В какой-то негатив В отношении у меня И после этого Ты просто все Перечеркнул И нахуй забил Да Единственное Я говорю На день рождения Да позвал И так далее Но Опять же Я не хотел туда идти Ну не то что не хотел Я с Валерой так пообщался И так далее Я пришел к выводу тому То что Типа Я тебе не являюсь другом Типа Я являюсь коллегой И просто все были приглашены В связи с тем Что ну Как это правильно сказать В качестве Ну короче Знак уважения То что вот И со складом шпану И поэтому Все приходить ко мне И так далее И на фоне того Что как бы Ты и так не приглашаешь Я понимаю Что тебя как бы По барабану Но ты не можешь Просто сказать Одному человеку То что Пошел нахуй Я тебя не приглашаю Всех остальных приглашаю А это бы выглядел Некрасиво Ну еще У меня конечно Напряг был С деньгами Но я этот Опускаю момент Потому что Там короче Своя тема Короче Такая вот тема Поэтому Опять же говорю То что Я тебя отдельно Отметил в ТГ Не понял этого В смысле Я тебя отдельно Отметил в ТГ А ну Нет Все Все Я понял Когда ты приглашал И так далее Но опять же Я говорю То что В большинстве случаев В большинстве случаев Это была напряженка С деньгами Вот ребята Которые сидели у меня На стриме Тогда на ГТАшке Они знают Что у меня был напряг Я занимал денег И еще Ты мне предложил Оплатить такси И так далее Типа Приезжай Ничего не надо Ну и Опять же Типа Условия того Что Я без подарка Не могу прийти Это кринжово Это ну Максимально кринжово Я хую сосил Таких людей Которые приходят Понимаешь Что тебе возможно Надо Не надо И так далее Я это не включал Но и с другой стороны Опять же Типа Когда ты Ищешь деньги Человеку на подарок И при этом Ты сам понимаешь Что ты с человеком Никак не коммуницируешь Практически вообще Вот Типа А смысл тогда приезжать Короче Такая тема Ха Вова Ебать Ты конечно Курва Ты Ты Реальная Реальная мразь Ребят Скажите пожалуйста А я на стриме говорил То Ну Я говорил о том То что Человек Не собирался меня кикать Не собирался меня кикать Я говорил на стриме Кто с самого начала сидит Скажите пожалуйста Я говорил то что Вова не хотел меня кикать И ты сейчас сидишь И Меня поливаешь дерьмом Говоришь что я говорил обратно Вот понимаешь Вот понимаешь В чем суть И на этом хуйня строится Чувак Ты меня вот так За каждую хуйню ебешь За каждую хуйню Ты говоришь то, что я тебя ненавижу, но при этом я тебя дефал от Жанны Я тебе тут говорю, я тут на стриме ребятам говорю То, что ты не собирался меня кикать Но ты говоришь другое, обратное Блядь, тебе надо с тобой разобраться, чувак Собой разобраться Это пиздец Просто это бредово Это просто бредово Просто пиздец, ладно Так, сейчас, подождите Анмот Пока, Володик Теперь все будешь по не заебить И охуенно А тебе я просто советую немножечко На фоне нашего общения с тобой, диалогов Просто немножко Психологом поработать, не знаю Потому что, ну, блядь Если кто-то тебя в какой-то момент подставит со стримом То, блядь, я не знаю Может, ты вообще мне ножом пырнуть хотел на улице Хуй его знает В GTA 5 RP, конечно же Я просто не знаю Если ты, ну, просто Из-за одной ситуации перечеркиваешь жизнь И при этом валиваешь керосин в огонь Ну, блядь Просто, ну, опять же говорю Поживем-увидим Поживем-увидим Всем легионам ждем, пока жирное лопнет Спасибо Просто вопрос в том Что взять ДК или Лиду Они тоже не участвуют по факту в жизни скваду А в скваде лишь для репутации Ну, насчет снежного кома Кстати, соглашусь Так было с некоглайм И, скорее всего, так было бы и с тобой Да, да, ну, абсолютно точно Нахуй кашу Пока его не было Не было такого, что кто-то говорил Вот ты и ты лишний Каша хоть и привела аудиторию Но теперь это не объединение друзей А полная хуйня У меня все Я не согласен Это, на самом деле, и правильно С точки коммерции и всего остального Окей Если это, ну, типа, действительно так Да, пускай ребята растут Я, типа Я вот, например, типа За Владоса, за Брамочка и так далее Пускай, пускай, пускай набирают аудиторию Я не против Абсолютно По сути, ты взводишь меня с ума По сути, трикик – это люди С которыми он никак не выстраивал связь Лично мое мнение Но про тебя как будто забыли Раньше постоянно появлялся А как сквак появился с Вовой То ты ушел на второй план Это тоже я отрицать не могу Потому что Ну, нет, нет, нет Не согласен Не согласен Типа Все было заебись До момента судом На который я и сам Как бы не очень Сильно хотел идти Но из-за того, что я человека подставил И ему надо было сделать шоу Я и пошел Но что Это стало огромной роковой ошибкой Потому что Потом Меня после этого Как говорили в шуточной форме То, что это будет происходить Перелилось что-то в нечто другое И после этого Вот Такая междоусобица пошла Надо все-таки иногда Настоять на своем А не идти на поводу кого-то Там и что-то говорить Поэтому такая тема Ну и опять же Мужики Я И ребят Девчонки Парни Я говорю И прямо очень сильно Об этом прошу Пожалуйста Наоборот Когда Владаса разбанят Поддержите его Наоборот Поддержите его И всех ребят Участников остальных Что Брамчика Что Лиза Потому что Ну типа Ребята реально Дакуя делают Я понимаю Что время сейчас Непростое Ну и опять же Типа Ну вот так получилось Но мы от этого Не перестаем общаться Боже Ты Реально Зол на мир Блять Я не знаю Ну а что я должен Говори Я должен пиздеть Или что Или как Хорошо Как ты видел Выход из этой ситуации Ну вот Как ты видел Продолжение ДС Какой ДС Да Парни Звонить Общаться Это Ребят Это Немножко Не моя часть Да Возможно Вы сейчас будете Говорить А Ебать Что за хуйню Несешь Но Конкретно Конфликты И так далее Вот этого Раздувания Мусоливания Мне правда Не интересно Я вообще Запустил изначально Из-за того Чтобы сказать То что Вот такая ситуация Все Нахуя вам сейчас Выбирать Из двух хуесосов Самого худшего Хуесоса Ну условно Условно Да говоря Вы это хотите Да Вы хотите Крови Вы хотите Зрелищ Но Я не хочу Я этого не хочу Я не хочу Чтобы это Как-то влияло Дальше На взаимоотношения Ребят Склади Я не хочу Чтобы это Сейчас превращалось В такую словесную помойку Что потом Блядь Ладос придет Разбана Охуеет Блядь И еще ему Какая-то хуйня прилетит Типа Нахуя подставлять Ребят Не-не-не Ребята Конечно Спасибо Я понимаю Сейчас просмотры Охуенная тема Зеля Я считаю Это правильное решение Делайте новый Склад Безволы Состав Ты Мафаня Няка Глай Баймо Бугор Мумура Сикс Бамба Врубайте Казики И вообще Поп Да не На самом деле Я без склада Охуенно прожу Да и Мне нет стремления В какой-то склад Ступить Мне вообще На это похуй На самом деле Вот мне единственное Что Я вот с Владом Как тусил С 2019 года Так мы продолжаем Общаться Он мне сказал Ну типа Вот Гоу склад И когда мы это еще задумывали До того Когда на твиче были Ой точнее До того Когда С Николаем Начали общаться Мы к этому пришли А цель Какой-то склад Сразу пойти Другой И так далее Вообще Похуй Вот Блядь Что-то я еще хотел сказать Касательно Того Что Типа Склад там развалится В дальнейшем Или не развалится Не развалится Сто процентов Не развалится Особенно Я думаю Что на фоне Того Что произошло Со мной Такое ощущение Что Владос Выйдет из бана И повесится В КТО Опять ли РП Не не повесится Кашелоп Не мразь Не я Блядь Парни Я опять же говорю Я не переживаю Нормально Средний онлайн Поднял Немного бетки Больше платить будут Не расстраиваемся Блядь А там пост Да какой-то вышел Пост вышел Сейчас Зелие Мамура Покидают Творческое объединение Шпана Я думаю Всем понятно Что это на время Ребята должны Рекомендовать Себя Как соло Игроки Они будут Конечно появляться На совместности Тремная сообщество Шпана Желает ребятам Креативности Удачи И продвижения Медийного роста И нихуя себе Дизлайк Как это хуя Конечно Не думаю Что это на время Не думаю Но если даже И на время То Заебись Если не на время То Ну тоже Заебись Я просто не знаю Как это комментировать В комментариях Я надеюсь Ничего не будет Такого Осуждая Осуждая Половину Сообщений Осуждая Нет ладно Я не буду Я не буду Ой 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 Тут все Икатики И осужден Не в пизду Ладно Я потом почитаю Осуждаю 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 Извините Подготовился К зрему Бля Не то слово Бля У меня ж подмышки Намокли Бля Подрубай Казик Да не Я просто Знаете Че скажу вам Бэтку Я себе Стобр Ладо Залетай Мой сплад Шпана Джуниор Да Бля Заебись И никакой Склад не хочу Для меня Есть один Единственный Склад Это Шпана Все Если Меня там Нет Знаешь Мне нету Ни в каком Складе Так вот Касательно Казиков Так как я сам Я являюсь Лудоманом И знаю Насколько Это прямо Хуевая Максимально Мерзкая Не передать Словами Какая Мразотская Хуйня Я ее Возьму Только Ну вот знаете Если она у меня Друг появится На канале Мне либо До хуя Заплатили Либо у меня Прям какой-то Пиздец В жизни Настал Ну прямо Ебанутишь И там Не знаю Бля Кто-то Из разных Там что-то Случилось Ну короче Непредвиденная Ситуация Ну и вы сами Понятное дело Я надеюсь Не долбоеба Чтобы блядь Не депать По моим реферальным ссылкам Никогда в жизни Когда я это постоянно Говорю в начале стримах Либо на других этих Либо угрожали Да Либо если мне будут угрожать То тогда будет казик Вот В моем понимании Я могу взять бетку Бетку могу взять Но казик Никогда Потому что Лично как я Лудоман понял То что На бетках нельзя Столько сильно проебать денег Как в казино Потому что Я проверил это Я знаю что в казино Если ты идешь играть Ты либо до конца Замазываешься Либо нет На ставках У тебя вроде как Ты можешь еще Повлиять на ситуацию Там сделать аналитику Профессиональную Ну и в любом случае Ты поставил бабки Ты ждешь Окончания результата И после этого Ты уже дальше Либо залудиваешься Тоже как же в казике Либо же Приходишь к себе И думаешь А все Не буду депать Типа такой темы Поэтому для меня Бетки всегда были белее Чем казик Но в любом случае Все вы понимаете Что та хуйня Что та хуйня За каких Что за хуйня Тебе импакта больше Не сказал бы Что от меня больше На самом деле Не сказал бы Был бы охуенный импакт И я бы Остался в шпане Ну я просто понимал бы Свою Огромную значимость И я бы точно Ливнул Вот А так я просто понимаю То что Типа на фоне остальных Да у меня там Есть просадки У меня есть какие-то Свои там Проблемы Из-за которых У меня не получается Там то или иное делать Но опять же Типа Если я был бы Как Саша Сексбомба Я бы навряд ли Ушел бы со шпаны По твоей репке Проиграл квартиру Повезло Значит Бетки не ставлю Казик тоже не беру Поживу пока Пару месяцев Пока бабки не закончатся Ком починил Да 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 Все Да я говорю То что Сейчас Плюс-минус Опять же Мне нельзя Пускать руки И так далее Я сейчас просто Буду ебашить По мере возможности Потому что Опять же говорю Что у мамуры Не каждый день выходные А у меня Охуенное что-то Получается Коммуникация с мамурой Если что-то Конечно интересно придумал Позову Влада Брамчика Остальных ребят Но Типа опять же Это надо Прям думать Заезжать молстрою В целях В целях Не расстраиваемся Все заебись Ничего считай Не изменилось По сути даже Если ребята будут делать Сами стримы Типа общие Я и так там Не был последнее время Поэтому я не думал Что что-то поменяется И так далее Просто Единственное Вот лично Моя просьба Человеку По имени Вову Разобраться в себе Потому что Ну я уверен Что на одном Мне такая ситуация Не закончится Если человек Сам собой не разберется Я потому что С ним общался Я ему пытался Донести идею Но возможно Даже в любом случае Примет не примет Для меня У него хотя бы будет Если что Уже какой-то опыт Со мной Который будет уже Если что В дальнейшем Помогать ему Там решать Те или иные вопросы Все Поэтому ребята Давайте Не прощаемся Ой точнее прощаемся Завтра увидимся В любом случае Вот если получится Может даже завтра Свиданка будет Должна была быть сегодня Но сегодня Все пошло по пизде Как и день назад Поэтому давайте Всех обнялся Всех люблю Давайте Иногда конец Это начало чего-то нового А может нет Может я просто загнусь И буду нахуй Опять поеду в Брянск Буду колоться Блять по дике Все Давайте Обнял Давайте сладкие Спасибо большое Что были тут